Киров должен быть чище в четыре раза. В администрации заявили, что на улице города работает чуть больше ста дворников. Тогда как по нормативу их должно быть порядка 460. Справляются ли уборщики со своей работой, выясняла Елена Шарыгина. Десять минут и детская площадка подчищена от снега. Юрий Наговицын работает дворником давно, поэтому лопаты орудуют быстро и уверенно. Правда, с уборкой двора и проездов пришлось повозиться после вчерашнего снегопада, рассказал он. Работа заняла четыре часа. Ну, наш рабочий день начинается с четырех утра и до девяти, до десяти прибираем дворы. У нас объектов очень много здесь в Кирове. Это в зависимости от настроения человека. Если есть у человека настроение, он идет на эту работу и работает. Если нет у человека настроения, он никак не пойдет и не будет работать на этой работе. Юрий Наговицын вместе с напарником прибирает четыре двора каждый день. Говорит, сил и времени хватает. Чего нельзя сказать о городских тротуарах. Люди в оранжевых жилетах с метлами и лопатами в руках на улицах города редкость, заметили кировчане. Наблюдение подтвердили в управлении дорожной и парковой инфраструктуры. По нормативам на улицах Кирова должны работать порядка 460 дворников. По факту же снег чистят чуть больше ста человек. Предприятие экономит, не собирается нанимать рабочую силу. Видать, им больше выгодно в данной ситуации выплатить какие-то денежные средства в бюджет города, чем город был чище и содержание было лучше. Предпочтение отдают механизированные уборки. Этот способ быстрее, но назвать его качественным нельзя, говорит общественник Константин Сичихин. Без дворника порядка не будет, потому что техника не везде может убрать снег. Например, на пешеходной Спасской. Из-за моей спиной вы видите, какая уборка была. Проехала механизированная техника. Вот что смогла, то убрала. А в середине для кого снег оставило, непонятно. И мы с вами не видим ни одной бригады. Хотя вот эта улица, она считается одним из лицом города. По мнению Константина Сичихина, дело не в текучке кадров или нежелании людей идти мести улицы. Необходимого количества вакансий просто нет на рынке труда. Кировчане не раз предлагали ввести сезонную подработку дворникам. То есть любой желающий, помимо основной работы, в свободное время может прибирать тротуары за определенную сумму, тогда, когда это необходимо. Например, после снегопадов. Таким образом, по мнению людей, можно и копеечку заработать, и сделать город чище. На сайте службы занятости населения открыто 8 вакантных мест на должность дворника в Кирове. На других сайтах объявлений профессия уборщика тоже не востребована.